О Благодарности Богу и Любви к Нему. То особенно и свойственно Душе Благодарной и Любомудрой, чтобы благодарить Бога и в скорбных обстоятельствах, прославлять Его за все, не только за благодеяние, но и за наказание. Этим заслуживается большая награда. Принося благодарность за благодеяние, ты отдаешь долг, а принося благодарность за бедствие, ты делаешь Бога должником своим. Кто наслаждается благоденствием, чувствует благодарность, тот исполняет должное. А кто терпит бедствие и прославляет Бога, тот приготовляет себе воздаяние. За такую благодарность Бог дарует много других благ и там, и здесь, так что для нас бывают нечувствительными и сами бедствия. Никто не скорбит о том, за что благодарит Бога. Таким образом, отсюда мы можем получить еще другую пользу – избавиться от скорби. Если ты лишишься имущества и будешь благодарить, то потеря не может огорчить тебя столько, сколько радует чувство благодарности. Многие из людей не имеют истинного понятия о здешних вещах, потому они и предаются скорби. Так помешавшиеся в уме – страшаться того, что не страшно. Часто боятся предметов несуществующих, убегают и от теней. Им подобны и те, которые страшатся потери имущества. Такой страх происходит не от свойства самих вещей, а от нашей воли. В самом деле, если бы это само по себе было прискорбно, то надлежало бы скорбеть всем, лишающимся имущества. Если же не всем искорбим при потере его, то значит, это происходит не от свойства дела, но от несовершенства души. Как находящийся во мраке часто боится веревки, принимая ее за змею, ко всему относится подозрительно и друзей считает врагами, так и люди безрассудные, как бы, находясь среди глубокой тьмы, не знают свойства вещей, но присмыкаются в грязи и негодную траву не считают негодную травою. Преданные сребролюбию, они не чувствуют его зловония, а если бы отстали, то почувствовали бы. Как любящий безобразную женщину, когда оставляют свою страсть, тогда ясно видят ее безобразие, так бывает и с сребролюбцами. Но как, скажешь, могу я оставить эту любовь? Обратимся опять к тому же примеру. Как любящий безобразную женщину, если беспрестанно обращается с нею, то воспламеняет в себе пещь, а если на несколько времени удаляется от нее, то страсть его мало-помалу прекращается. Так и ты отстань на несколько времени, отступи немного, и это малое расстояние сделается великим. Только начни исправление. Ты имеешь лишний дом, продай его и отдай нуждающимся, не думая, что ты теряешь его, но что приобретаешь. Смотри не на потерю, а на происходящую отсюда пользу, не на то, что ты лишаешься его здесь, а на то, что делаешься полным господином его там. Так и ты всегда можешь возвещать чудеса Божии. Об этом говорится в начале псалма. Между тем человек сребролюбивый не может постоянно упражняться в этом. Он постоянно заботится о доходах, торговых оборотах, условиях, товарах, завещаниях, цене полей, цене домов, барышах и выгодах. О них он думает и беспокоится непрестанно, потому что где сокровища человека, там и сердце его. Об этом говорит пророк, об этом заботится. Как слуги постоянно пекутся о принадлежащем их господам, так и он печется о принадлежащем господу. Что он заповедал, то исполнено, что еще не исполнено, но должно исполниться. Поэтому увещеваю тебя, освободись от житейской многозаботливости и постоянно занимайся такими же размышлениями и возвещай ежедневно совершающиеся чудеса Божии, частные и общие, простирающиеся на всех и на каждого порознь. Жизнь исполнена таких чудес. Из чего бы ты ни начал, с неба ли, или с земли, или с воздуха, или с животных, или с семян, или с растений, везде найдешь обильное начало для повествования. Захочешь ли говорить о прежних благодеяниях, бывших до закона, или под законом, или во времена благодати, или после смерти, или при самой смерти, и здесь найдешь беспредельное море для повествования. Не безумно ли поэтому при таком обилии предметов для повествования, которые могут доставить нам и удовольствие, и пользу, и благо для души, погружать ум свой в грязь, занимаясь рассказами о любостяжании и хищении. Если угодно, оставив небесное, будем беседовать о земле, ее величии, устройстве, назначении, свойствах, постоянном плодородии, различных и разнообразных ее произведениях, семенах, травах, растениях, цветах, лугах, садах. Затем представим вид каждого дерева, его положения, высоту, благоухания, плоды, благовременность, употребления и все прочее. Так же и саму землю, как возделанную, так и невозделанную, сделанную, потому что ничто в ней не остается бесполезным. Приносит она то железо, медь, золото, серебро, то ароматы и различные и разнообразные лекарства. Кто может изобразить пользу вод, как пресных, так и соленых, назначения гор, месторождение различных драгоценных камней, ключи в них протекающие, деревья, годные для кровли и строений. Все это произведение пустыни. Она питает и животных, и всех диких зверей. А кто может описать озера, источники, реки? Как рождающие женщины, получая запас молока, доставляют пищу новорожденным, так и земля, простирая реки и источники как бы сосцы, доставляет обильное орошение лугам и садам. Но у женщин дитя должно приблизиться к сосцам матери, а здесь земля сама простирает свои сосцы, не спуская их ко всем. Пустыня доставляет и другую пользу. Она весьма благоприятствует телесному здоровью, доставляя возможность дышать чистейшим воздухом, обозревать с высоты всю вселенную, в уединении предаваться любомудрию и отдыхать от забот житейских. Кто может описать певчих птиц и образ жизни полевых зверей? Пустыня доставляет еще иную пользу. Она нередко служит для селений вместо стен, представляя возвышающиеся горы, пропасти и утесы? Кто может исчислить травы в ней растущие, приносящие великую пользу страждущим телесными болезнями? Если же такова польза и так много благ от пустынь и гор, то, обратившись к земле возделанной, к ее широким полям, представь, какой здесь найдешь источник для повествования. Как в нашем теле есть кости, жилы и плоть, так и на земле есть горы, долины и тучные поля, и все это приносит пользу. Но что я говорю о земле, такой огромной стихии? Если ты захочешь изобразить только одно дерево, его вид, употребление, плоды, листья, благовременность и все прочее, то и здесь найдешь обилие предметов для повествования. Также если будешь беседовать о положении гор и о всем сюда относящемся или о самом человеке и устройстве его тела, то и здесь найдешь неисчерпаемое море для повествования. Итак, будем упражняться в этом. Отсюда нам будет величайшее удовольствие, отсюда польза, отсюда неизреченное любомудрие. Немаловажный вид любомудрия в том, чтобы веселиться о Боге. кто веселиться о Боге как должно, тот отвергает всякое житейское удовольствие. Что значит возвеселюсь о тебе? В том говорит моя радость, в том мое веселье, что я имею такого владыку. кто знает это удовольствие как должно знать, тот не чувствует других удовольствий. Это есть удовольствие в собственном смысле, а все прочие только носят ими удовольствий, а на самом деле не таковы. Оно возвышает человека, оно освобождает душу от тела, оно возносит к небу, оно поставляет выше всего житейского, оно избавляет от зла. И весьма естественно, если пленяющиеся красотою телесною не чувствуют удовольствия ни от чего другого в жизни, но стремятся только к одному, к лицезрению любимого предмета, то любящий Бога, как должно любить, может ли чувствовать что-нибудь приятное или прискорбное в настоящей жизни, не может ничего, он выше всего этого, наслаждаясь бессмертным удовольствием, потому что таков и предмет любви его, любящий что-нибудь другое, скоро и против воли забывают любимые предметы, так как они увядают и погибают, а эта любовь беспредельна, бессмертна, доставляет высшую радость и большую пользу, и тем самым еще более воодушевляет любящего, что никогда не уничтожается. всё Продолжение следует...